В преддверии нового учебного года представители регионального народного фронта проверили степень безопасности маршрута в школу. Помимо обустроенности пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений, общественники обращали внимание и на заброшенные здания, которые, согласно мониторингу, посещают в том числе дети. В некоторых из них побывал наш корреспондент Артур Мхце. Эти развалины в районе 40-х домов по улице Космонавтов в Черкесске когда-то могли стать пятиэтажным зданием. Но вместо этого теперь являются заброшкой, которую кто только не посещает, в том числе дети по пути в школу. Принадлежит им управлению Федеральной службы исполнения наказания по Карачаево-Черкесской республике. Это опять же результат мониторинга народного фронта по акции «Дорога в школу». Здесь поблизости находится 19-я гимназия. Жители окрестных домов не раз видели, как в заброшенном здании прятались несовершеннолетние. Гонять их постоянно возможности нет, как и полномочий. Будет ли этот по нынешним меркам древний долгострой когда-нибудь приведён в надлежащее состояние, неизвестно. Пока же заброшка служит пристанищем для представителей различных сообществ, а также местом свалки бытовых отходов. В последние летние дни эксперты Народного фронта по Карачаево-Черкесии проверили безопасность маршрута школьников в образовательные учреждения Черкеска. Дорожная карта периодически обновляется. Где-то реакция на сигналы общественников происходит незамедлительно. Но это здание по космонавтам в течение нескольких лет остаётся неприятным исключением. Эта территория очень опасная. Очень. Это с 2018 года. Горело три раза. Бомжик умер один. Дети идут в школу. Пять часов уже темно. Дети некоторые идут вокруг, а некоторые напрямую идут. Они не придерживаются этого ничего, что безопасно. Мы боимся. Мы боимся за своих детей. Наркоманов сколько здесь, это вам не передать. Несмотря на реальную опасность здания для малолетних, оно доступно для всех. Территория вокруг огорожена лишь формально. А ведь через него проходит дорога в ближайшую школу. Мы спокойно сюда вошли через ограждение территории, дверь открыта. И также можно зайти через все двери, их просто здесь нет, в это здание, на территорию. Это здание представляет собой опасность. Здесь были пожары. По рисункам мы видим, что здесь обитают не совсем нормальные личности. И также здесь могут быть дети, которые учатся в 17-й гимназии. Несколько лет назад мы уже снимали в этих помещениях. Тогда здесь только-только закончились последние занятия школьников. И казалось, судьба здания предрешена. Оно будет снесено. Но, как видим, для него нашлось другое предназначение. И теперь оно служит жилищем для маргиналов. В любой момент здесь могут загореться сухие ветки и мусор. Говорить о безопасном пребывании юных горожан даже не приходится. Однако ветхое строение так и остаётся памятником бесхозяйственности. Общественники и жители соседних с заброшкой домов надеются, что судьбу здания окончательно решат до того, как на его территории ещё что-нибудь произойдёт. Начинается очередной учебный год. И люди мечтают, что он запомнится исключительно достижениями в знаниях, а не печальной статистикой происшествий. Артур Махцер, Расолбердиев, Вести, Карачао, Черкесия.